Всем привет! Меня зовут Эмджи Рамон и добро пожаловать в крафт-шоу! А это здесь, кстати говоря, если кто не понял, именно это место, именно вот здесь мы и находимся. О, я тебя вижу. Это есть крафт-шоу, это есть крафт-виль, а именно я Эмджи Рамон, конечно же Тюна. Привет всем! У-ху! Я перепугался, как будто я один из тех первых людей, которые смотрели тот фильм, где поезд едет на них, и они такие, а-а-а! То же самое сейчас было со мной, когда ты на меня побежал. Ну и Рич Макуд, конечно же, с нами. Опа! А вот-то я! Та-на-та-та-та-та-та! Тюна опять это сделала. Слушай, может здесь железная дорога? Отойдем в сторонку. Железная дорога. Кстати, вы помните, да? Кое-что задумано у нас по поводу железной дороги. А, кстати, да. Ты на второй ветке дороги встала. Отойди. Отойди. Отдвинься. Когда-нибудь будет. И мы... Мы мега... Я даже озвучу, что задумано. А то возьмут, своруют идеи или напишут комментарий по-похожий. И потом скажут, а это я предложил. Это все Роман предложил. Да, мы решили сделать монорельсы, грубо говоря. Ну, типа монорельсы. Может быть, даже переходящие в метро. В станции, где можно будет сесть в вагонетку. И, там, приехать с пункта назначения промзона в пункт назначения, там, я не знаю, станция возле... О, кстати, там надо тогда разметить место для станции еще. Да. Так, все, пошел процесс. Станция коммуна, там, и так далее. Но, естественно, проще телепортироваться. У нас есть Nexus. Но где фан, правильно? Да. По фану будет построить вот такую штуку. Но это будет когда-нибудь. А сегодня мы занимаемся другими делами. Тоже не менее интересными и не менее важными. А именно, мы делаем магматические движки сегодня. Почти уже сделали, кстати. Почти магические. Почти магма-магические, да. Магма-магические. А метро, кстати, от монорельса будет отличаться просто наличием его под землей или над землей, да? Да. Ну, и я заказываю, слава богу, что мы это когда-то добавили сюда. Я заказываю крафт поршней. Так, меня пытаются уничтожить. Кто? Тюня сказали, просто бегай, ничего не делай. А ты как-то... Я не говорил, ничего не делай. Занимайся своими делами. Я сказал, Тюна, не парься, можешь не помогать, потому что всё схвачено уже. И она как-то всё время пробегает сквозь. То сквозь тебя, то сквозь меня. Мне кажется, мы ей просто мешаем заниматься своими делами. Свои серии тут. Да. Что за чушь? Кстати, мастерская Thermal Expansion у нас иногда, да, годится на что-то. Вот я сейчас сюда прибежал. У нас очень редко была возможность работать с... Как он называется? С инваром. С чем? Инвар, мы как-то особо его не делали. Мы таки аж немножко задумались. Мы и вспомнили, что такое. Чёрт, а как же его делать? Да. Инвар-бленд, инвар-бленд, это два железа плюс феррос, феррос, это сама руда. Короче, на шкребли по сусекам этот феррос. Оказалось, у нас его совсем-совсем чуть-чуть. Но я сделаю вот так. Да, и сусеков-то немного. Да, вот так и вот так. И можно в индукционном обжарщике, смелтер, плавщик, да? Есть такой плавитель, плавщик? Плавитель. Плавитель. Плавун. У тебя уже достаточно терминов. Да. В общем, можно не превращать всё это в измельчённый порошок, а просто брать слитки, и тут всё будет тоже делаться нормально. Объединяется всё. На один двигатель я посчитал, нам нужно 12 инвара. Итого, вот сколько получится у нас, наверное, столько и поставим. Было бы неплохо поставить штук 5 двигателей для начала. А 5 двигателей у нас... Я плохо считаю, это 60, по-моему. Но я пересчитаю, да, это 60. Инвара нам нужно. Вроде хватает. Вроде получится. Получится. 51. Давай. Ещё чуть-чуть. 57. Еееей. 60. Ну и... То, что надо. Да. Теперь... Что у меня с горлом, прошу прощения. Ах, хрип. Всё. Ну и давайте это все дело Фу-фу-фу Все это дело вместе соберем Первое, что нужно сделать Это Redstone Transmission Coil Это я впервые, кстати, по-моему, такую штуку делаю Нигде, кроме этого двигателя Я пока не видел использования Transmission Coil Но если нам сильно интересно Мы можем нажать кнопку U U Soldier Boy А, и мы видим, что Redstone Transmission Coil можно использовать В паровом движке От Thermal Expansion и в магматическом Более нигде не используется Очень нужная вещь И делается она очень просто Серебро Вот чего-чего, а серебра я не взял А не, смотри, 23 штучки серебра у меня есть А, припрятано где-то Ты представляешь, как я подготовился Ну, может быть, и Чуна, конечно, мне скинула Я не знаю Ну, я подготовился А яйца тебе там не нужны, случайно? Не, яйца мне нужны Ты такие вопросы не задавай мне Кстати, друзья, я неспроста Яичницу делать, например В таких количествах Мы потом вам покажем Обязательно покажем Он просто мужик Да, да, покажем Он просто мужик Я могу только спойлер Экспециалист такой Да, могу спойлер только небольшой дать Наша В общем, наша охрана на границе Работает плохо И у нас как-то, в общем, ситуация с эмигрантами Дала сбой Вот, всё, это небольшой школьник Ну, в общем, как и во всём остальном мире Ну, да Так что вы увидите А что я имею? Конкретно имею в виду Тро? Четыре? Из одного яйца? Ух ты Это одна яйцевая близнецы Эээ, жуть Такими темпами роман смотрит я кравчу я тут стеки яиц раскидал и в итоге за одного вы вылупилась на сразу четыре может это баг был может из тех тоже вылупилась на типа залагала так и совсем чуть-чуть осталось инвар мы расставляем сверху вот так и потом шестеренки мы расставляем вот так чё-чё сюда вот это сюда и вот это сюда и я не знаю как я считал у меня лишних 8 инвара получилось может быть они у меня были я не смотрел свой инвентарь да и пофиг можно еще двигатели сделать давайте еще сделаем чем есть хорошо чем больше тем лучше не заметил бы не заметил что я должен был заметить осуществить ничего чему обязательно нужно занимать каким-то делом вот это я должен был заметить нет нет я думаю она еще повторит свой трюк вот это я должен был заметил я тут слишком много вещей которые должен был бы заметить вам не кажется нельзя бы немножко как бы специфичными все затягиваешь затягиваешь тут кстати это мастерская хранит на самом деле достаточно много всяких ништячков и сюда можно или заглядывать или освободить эти сундуки у нас тут каждая мастерская хранит себе дофига ништячков тебе не кажется если мы походим сейчас по всем сундукам которые мы расставили и все это дело нормально наконец-то поместим в бочки которые мы для этого начали делать и забили на это как как мы обычно и делаем со всеми своими проектами то мы наберем очень много ресурсов почему сюда в печку лезет всякая всякая резиновое дерево яблоко песок не проще сама резина потому что там что-то происходит где-то что-то происходит это черная дыра так вы тут еще со мной нет а то мне вечно кажется что мои наушники опять ключ от ухты какая полезная информация что нас иногда не слышит нет что может быть трава ла 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 и случай он имеет ввиду что типа поглумиться надо мной использую этот факт откуда ты знаешь что я правду сказал что кто брал ресурсы те которые нам нужны собой энерджи так всего там хватит с головой все вечно я сам все ношу все кравчу конечно пожалуй но но поплачка на камеру я и не на камеру плачу самое самое время так раз два три четыре камеру пять шесть семь восемь девять она поставим пока 9 здесь будет еще ряд вот так потом расставляем вот эти штуки сюда пуч пучу 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 у кого исключить можете их поставить и поставить на вывод энергии отсюда алику дакц а нам же они запускаются без redstone сигнала кстати так что все нормально а тогда можешь без без тогда давай уберем вот этот средний ряд или они мы не можем убрать кого какой уберем средний ряд вплотную я имел виду может быть поставить и не видишь чая задумал вижу теперь вижу что то что то что то я о как раз не это не как раз не туда вот сюда надо главное чтобы они тут не соединялись вот так и надо долбануть ключом и все заработает пьем перила вообще стратегические стратегический там и стратегический ресурс ну смотри все запахала махала кстати а почему у нас как аховиками замахала пахала пахала паровой двигатель бойлер не работает потому что тюн это одна из причин почему мы сейчас вообще эти магметические двигатели поставили ну потому что бойлер не работает а бойлер у нас не работает уже наверное недели две если не больше я просто сюда не ходила по той причине что у нас нифига нет никакого биотоплива и ничего у нас вечно земли не хватает в общем вот такая вот у нас фигня тут происходит мне одно интересное земли мало нужно будет почитать одну очень важную информацию и речь я это тебе предоставлю ты пойдешь на википедии почитаешь и далеко идти посмотри пожалуйста свободное конечно время постоянно ли жрут эти магматические двигатели лаву то есть астана могут ли они остановиться хотя наверное в комментариях нам это искать но ты им не верь комментариям я не я верю только википедии а если проверить экспериментом не ну сейчас тут что-то заполняется то есть энергия энергия постоянно куда-то уходит можете сами по есть куда что у нас там есть энергию куда мы ее отправляем а с тем я вообще не знаю надо поменять скорее всего что-то конкретно есть энергия что у нас интересно пожирает ну то есть пока что в принципе есть смысл им работать да то есть есть куда отправлять энергию судя по всему я не помню уже вот вот а тут комментарии нам уже точно помогут я им могу поверить потому что они мне точно скажут ну просто напомнят действительно информацию ребят напомните нам пожалуйста куда у нас уходит вся энергия которую мы направили когда сделали бойлер и мы тогда в тот же в той же серии по-моему и поменяли везде частоты на прием то есть я помню что это комната с термал экспэншен у нас работает на этой частоте а тем не мотивировали на этой же на этой частоте это на топливе работает фермы у нас работают да на этой частоте какие-то фирмы вообще работают вот пожалуйста фирма с деревьями работают на этой частоте вот она и заработала судя по всему высадили саженцы сейчас все фигня да скубились так да ладно раз я уж уж здесь можно показать я думаю зрителям да что я думаю они уже все и сами видят не видят они еще пока что это ребят видите вот это вот вот это вот неконтролируемый балдеж и бродеж по территории это еще цветочки пойдемте на ягодки посмотрим добро пожаловать в ад как бы следственным и тестовым научным путем доказано что у нас версия рейлкрафта стоит устаревшая и без ограничения количества населения судя по всему самое веселое что вот тут у нас есть загон и тут одна единственная корова это vip загон просто это это босс это босс все все кто здесь то есть знаешь в каждой тюрьме есть как бы свой главный среди заключенных пахан вот это пахан не подожди а кто тогда у нас кому не сидит местный житель жужу у нас вертухай дождь из куриц смотри только зачем еще курица куриный дождь аллилуйя это дождь из куриц кстати кстати так прикольно летают вниз они не падают они пахают куриный дождь ладно яичный снег яичный снег белковый саград желточный снег желтый снег еще можно понять желток желточный тюна желтый снег фу как ты можешь быть или или дать фуфу или же желточный желточный это желтый и точный желточный ладно что за снайпер у нас появилась теперь энергия для ферм который как оказалось не было мы только сейчас в принципе это поняли может быть у нас земля есть кстати вообще уже есть не было не было теперь есть то есть теперь у нас и биотопливо появится ну в этом я не уверен давайте посмотрим давайте посмотрим то есть где-то что-то куда-то будет запрашиваться у кого бы спросить кто-то что спрашивает эй вот сюда должны вещи приходить так но смотри для начала эти движки я думаю отключить не сюда пози как у нас все работает напомни мне пожалуйста ну плохо вот сюда все должно сначала сюда все приходит да вот уже уже приходит ферментер пришел пришел вот что-то летает смотрите вот что-то здесь летает по трубам что-то как-то да тут только иногда звездочки так хочу запрашивается саженцы до частичные запросы да вот что надо было включить частичные запросы да и частичные запросы да может быть сейчас саженцы прилетят во прилетели саженцы смотрите и отлично а отлично слушай только тогда нужно отключить эти движки чтобы мы поднабрали для жидкости к названию которой я не помню а чтобы их выключить наб tallest эмаса что если чтобы мы поднакопить и изменить условия при которых они включаются да нам нужно тогда и потом смогли разогреть у нас вот а может быть просто нет нет ничего у нас просто не делаем мы ничего просто не делаем нет 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 молчать space for liquid и ничего не посылает ну вот принципе тогда они будут отключены тогда речь он подойди сюда так чего у нас там думаешь ну вот посмотри условия на аэнки да то есть она сейчас не посылает сигнал никакой значит и двигатели не включится правильно ну да и все вот туда и набираю отлично все набираем биомассы не набираем биомассу потому что она пока что в стиле нет нет пускай в стилах наберется потом пойдет да как качок такой все набираем биомасса побольше протеина закончили сушку пускай она тюна просто наберется сейчас в стил а потом начнет в резервуар накапливаться ой да было бы неплохо вот и надо накопить весь бак а потом уже делать да 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 чтобы чтобы мы можно было разорочи видишь мы а иначе все будет уходить чисто на прогрессе получилось в итоге я говорю давайте добавим магматические движки ну и все таки ну давай ну я такой тону не помешало бы да типа ну можно поставить но погода не сделают но так дополнительная энергия а то казалось они решили проблему и сейчас у нас вся система восстановит свою работу так что кто мозг нет но кто-нибудь ну покажи сними сними шлем я посмотрю там может быть что-то выросло мозг ухты рамон он сказал это ладно мы пока что наверно последим за этой кухней нас пока биомасса сюда не идет ждем когда саженцы новые появятся там ферма проапгрейдит но новое поколение появится деревьев тут тогда и заполнится все а мы к вам вернемся буквально сейчас ребят что я хотел спросить мы пока тут всем этим делом занимались заодно я слетаю покажу вам что у нас тут уже все в порядке неожиданно мы случайно отладили систему да в общем все хорошо биомасса накапливается все работает двигатели здесь пока отключены мы подождем пока резервуа наполнится так что все это ждем тут все работает на лаве то есть сбоев быть не должно и если только она за выгрузится ну да ну то такое это не сбои это просто приостановка в работе небольшая ну тут пока тюна и речь под конец серии займутся строительством я хочу поговорить с моими любимыми зрителями конечно я яблочки поем тюна все кирпичи забрала себе в женщина держи ребят чё я хочу спросить дорогие зрители у нас очень короткая память тюни простительно знаешь почему тебе простительно потому что память девичья я не знаю что тебе рассказывала точно бабушка я имею ввиду то что говорю никаких дополнительных значений сюда не подставляю но вот сейчас я уверен все нажали на паузу это видео и полезли смотреть в гугле что же на самом деле значит девичьев что же на самом деле ска сказала бабушка что сказала бабушка тюны про девичью память можете задавать этот вопрос гуглу он вам ответит хоть как-то но ответит в общем что хочу спросить ребят подскажите нам пожалуйста в комментариях и я надеюсь комментарии будут достаточно адекватными чтобы я мог себе позволить прочитать их все потому что очень часто я прекращаю читать комментарии когда вижу что комментарии просто начинаются какие-то идиотские простите есть такие есть такие люди я буду говорить я буду говорить прямо есть идиотские комментарии которые просто отвратительно читать их не хочется я просто закрываю страницу Потому что я не хочу дальше портить себе настроение Если комментарии будут нормальные Да, мы постараемся Прочитать все, что вы напишите И напомните нам, пожалуйста Я уверен, что Здесь многие помнят больше, чем мы Смотра нас Что мы запланировали, помимо прочего Что мы можем сейчас построить То есть есть такие вещи, которые мы запланировали И забыли благополучно Не записали, забыли и все То есть не напоминайте, пожалуйста О том, что типа, Рамону надо дом построить Это я знаю, это когда-нибудь будет Не напоминайте, пожалуйста, о том, что Мэрию нужно построить, потому что Вы должны помнить, что мы ждем кварц Чтобы мэрию начать строить Не напоминаете, что мы хотим деревню здесь достроить Потому что мы деревню здесь будем Достраивать и размножать зрителей Только когда обновить Зрители, я сказал Я к зрителям обращаюсь и говорю Размножайте зрителей Не, зрителей мы тоже будем размножать Мы это в принципе и так делаем Каждый день У нас их все больше и больше, правильно? Так что Ну в каком-то смысле, да Размножаем зрителей тоже Жителей Оно просто рифмуется Я быстро говорю Естественно, оговорился Мы их будем размножать, жителей Только когда Мисткрафт обновим Обновим мы только Когда будем переходить на 1.5 И да, я знаю, что есть новая версия Мисткрафта на 1.4.7 Все это я знаю Не держите за дурака тоже Вот еще одна просьба Много просьб сегодня В общем, вот такие вот вещи То есть, как бы, учитывайте Что у нас сейчас Учитывайте нашу текущую версию Можете не напоминать о том Что мы хотим доделать пивоварню Потому что у нас еще не вырос Хмель Вот Вот такие вот вещи Я надеюсь Грань Грань Поняли А если не поняли То опять начнутся неадекватные комментарии Я прав? Нет Я прав Ты ошибаешься Все поняли И если не поняли То комментарии все равно будут адекватными Да, да, да Ты такой Глупый Рич Глупый Глупый Рич Сама наивность Тюна Кстати Что? Чьи фонари здесь опять синие Растыканы По всей Ты хочешь факелы поставить? Поставь факелы Да я просто уже по привычке Ты как-то знаешь уже Тюна И видишь ты Оказывается Все правильно Вот По поводу размножения зрителей Я хотел бы Прорекламировать Свой канал Давайте двери поставим так же Как и на той стороне Эти двери здесь как-то А у нас вход Ну Нам еще надо будет обязательно сделать вход из А зачем кстати нам вход с улицы Если это кухня кафешки Ну так как как-то на работу Людям приходить надо А ну тогда может быть Чтобы это был ход задний Ну черный ход Где-нибудь Чтоб здесь он был Где? Ты хочешь чтобы они Под бомжатским мостом Ходили на работу каждый день? Да И любовались на Троллей Да? Там же тролли Мостов нет? Да не пускай здесь будут двери Это будет фабрика кухни Сюда можно будет заходить Тортики заказывать себе Ммм Замечательно Так вот Прорекламировать хотел свой канал И сказать что Когда у меня будет 5000 Зрителей Зрители Он покажет свое Ожидает сюрприз Да Он покажет свое эго Мое эго Мое супер эго я покажу А эго у него Какое? Супер А ну И какое у меня эго Как по-твоему? Ну-ка говори Оно похоже на форму твоих бровей Твое эго Да, такое переменчивое Сколько тут у нас на площади ну и в общем здесь еще конечно же нужно будет достроить крышу в плане заборчик поставить и тому подобное что у нас на крыше будет нас сундучки я сегодня уже за кадром горил опять рандомные сундуки и не-не-не-не это то что было снято с площади у нас же еще будут праздники будут здесь будем заходить раскладывать это все опять подключать запускает потом складывать обратно в сундук это у нас будет такая традиция то есть на один праздник одна серия с раскладыванием до зарядкой созданием все вот так мы очень креативны слушай может быть с сундуку братья каждый раз крафтить вообще все все крафтить заново мы очень креативны мы будем делать вид что мы опять забыли что мы это уже делали и будем с тем же детским запалом чертовы фейерверки каждую неделю например я не знаю ладно я думаю что серия уже подошла к концу я вижу в отдалении монстр который называется дом рича да который домом назвать-то тяжело уже если честно ты помнишь мы говорили о домике такой дачные участки помнишь да такие modern house нет у меня там все у меня все для всех у меня все продумано и к тому же это еще нельзя назвать домом он же не да да он там по ходу центр наса решил построить что-то в этом родит хьюстон хьюстон у нас проблемы вот это вот хьюстон если если кто-то когда-нибудь задавал себе вопрос черт побери что же это за хьюстон такой вот это она отсюда происходит хьюстон да я хьюстон я решаю проблемы уитни причем тюн беда это страшно да мне такое ощущение речь что у тебя этот колпак открывается так знаешь так на бок так и оттуда баллистическая ракета выдвигается потом болванистическая наверно так ладно мой дом когда-нибудь будет я на самом деле жду кварца все я вот сказал все я жду кварц и когда кварц появится тогда я приступлю к постройке дома тюна чё-то начала чё-то бросила ничего не понятно пойдемте посмотрим перед окончанием серии чё там тюна натворила посмотрите здесь тюля поклоняется поклоняется своим богам здесь она и ай не 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 дом не готов она тут поклоняется полу богатю на мне только что твой человек сбросил в алтарь полубок а потом прыгнул за мной следом сам туда ты смотри чё творит он или утопить тебя хотел или покупаться с тобой не внести в жертву но вы просто посмотрите на это вот что это уже это дом понимаете да это дом где человек живет каждый день приходит сюда причем вот этот вот да судя по всему именно это здесь живет никто больше никто здесь больше не живет знаешь как мне нравится женщины когда они когда им говори что-нибудь такое резонное да когда они понимают что по делу что-то говорят они быстренько переключается на что-то другом и валим я мне не нравится тот товарищ так таки тюна сейчас говорим ей про ее дома она такая как будто у рича кто-то живет ну то есть очень логичный переход в мнение проблемы лучшая защита это нападение теперь мне придется оправдываться да почему я живет он же не он же не готов еще он же не красиво ну то есть он недостроен скоро там я все украшу там отделка будет там я я при я я приглашу на наемных рабочих гастарбайтеров у нас он целый со мной сегодня играла тюна пока пока удачи всем и рич макут все будет оправдание фу мне не все на самом деле все будет отладка все будет энергия дебаг вот что все это будет меня зовут мджрамон и мы здесь закончили пока а